Добрый день, дорогие мои! У нас хорошая погода, нет ветра и можно поговорить с вами и поработать. Мне нужно здесь одну канавку подочистить, поэтому я ее буду очищать, а вы слушайте соловья и послушайте одну мою беседу. Сейчас мы с вами поговорим о жестах. Я там рассказал в одном ролике о том, что сейчас очень большая проблема с цифровой системой обучения в том, что она не передает невербальное общение. То есть то, что имеет ученик от учителя во время урока в виде жестов, интонаций, даже запахов, которые идут от ученика и учительницы или учителя, это все имеет значение. И одна из жительниц приюта меня спрашивает, расскажите об этом немножечко подробнее. Я могу рассказать, потому что в какой-то степени знаком с этими знаниями. И впервые я с ними познакомился в школе Стабиньша в Риге. Это был примерно 90-й год, когда я решил, что надо повысить свою квалификацию и нашел такую школу. Школа давала курс психологии управления производством, и в нее входило рассмотрение разных форм влияния человека на других. И туда входили и системы того же Карнеги, который объяснял, как стать для всех окружающих уважаемым, и как влиять на людей. Ну и другие системы, в которые входили и системы жестов. Причем эта школа Стабиньша, ее специалисты, или этот Стабиньш, он был преподавателем, например, у Михаила Сергеевича Горбачева. В его риторике и владении им жестов. Жесты, конечно, всю историю человечества играют огромную роль. То есть, если мы с вами посмотрим на египетские фрески, то увидим, что там половина информации передается жестами. И мы с вами тоже этими жестами и владеем некоторыми, которые определяют и нашу опытность с кем-то, определяют нашу философию. И даже, я вам скажу так, многие жесты национальны, они определяют принадлежность к национальности. Уж не говоря о том, что группа людей могут иметь различные жесты, которые рассказывают нам о том, какой из этих групп эти люди относятся. Так вот, дорогие мои, что надо при этом сказать. Что мой опыт в этом подсказывает. Хотя я и сам изучал жесты и наблюдаю все время, как они производятся. И даже имею от вас иногда правильные замечания, за которыми не слежу от людей, владеющими жестами. Значит, мимик, языком жестов мне иногда пишут там под роликом. О, смотрите, он за нос держался. Значит, он врет. Или он губы потирал, значит, он сомневается. Там закатывание глаз в разные стороны можно еще определить и все остальное. Я вам скажу так, ничего подобного, друзья. Все эти жесты можно изучать. Можно начать их искусственно потреблять. Можно научиться там руки распахивать, чтобы вы сердце мое почувствовали. Можно указующие пальцы тыкать в вас, чтобы заставить подчиняться. Или заставить как-то влияние свое приподнять. Но все это на самом деле ненадолго. Почему, Михаил Сергеевич? В конечном итоге с очень хорошей риторикой. С очень хорошим набором жестов. С профессиональным их применением. Если вы посмотрите, как он руки открывает, как он делает, когда нужно. И пальцем может тычь, и все остальное. И глаза никогда от камеры не отводит. Почему перестали его так особенно любить? Почему не сработал Карнеге, который учил, что улыбайтесь всем перед тем, как начать какое-то дело своего компаньона или желая привлечь какого-то спонсора? Узнайте все его подноготную. Обязательно имя, отчество его узнайте. И узнайте, какие проблемы в семье, чтобы, если что, поинтересоваться, он будет ваш. Почему Карнеге не сработал? Почему обычная русская, как говорится, система простого банного менеджмента оказалась более у нас эффективной, чем вот эти все Карнеги и все, значит, споки и система жестов? А потому что они неестественны. Неестественны. Я уже говорил о том, что западное мышление, оно рационально, и поэтому оно идет по пути рационалистического, в том числе и менеджмента, где рассчитано, что нужно сделать и как это должно откликнуться. начиная с самого начала, с менеджмента и со всех этих других систем. Точно так же нам сейчас уверяют, что в магазинах на нас действует система расстановки товаров там и все остальное. Я вам скажу так, у меня есть знакомый, значит, который этим занимается. И кроме красивого разговора о том, что у нас это есть в нашей компании, в общем-то это никак не влияет. Потому что у русских другая система восприятия. И эта система, она, да, конечно, невербальная. Невербальная. Надо сказать, что да, она подчинена и жестам, и интонациям, и много-много чему всего. И поэтому, если мы с вами, или я бы вас захотел научить жестам, то я бы не стал этим заниматься. Потому что вот если с экрана или в какой-то кабинете, студии и так далее вам все это показать, и вы действительно научитесь вот это все делать, то я вам никак не объясню, как это соединить с запахом, который идет от вас или от партнера, с которым вы разговариваете. Это приличная встреча. Нет, на экраны это, это может как-то влиять какое-то время. Но я вас уверяю, что вот эта поддельность жестикуляции, она и поддельность эмоций, она очень быстро считывается. Тем более людьми, которые заняты серьезным делом. Нам не стоит думать, что любой, кто может вложить деньги, или у кого они есть, такой тупой дурачок, который как в 90-е в красном пиджаке что-то украл, и поэтому теперь только скажи ему, жест-то покажи, и он тебе это все выложит. Или подчиненные у нас такие все, что ты его только ткни пальцем, и он будет тебе подчиняться. У нас половина работников сейчас, даже на простых работах, с высшим образованием, прошедшие огромный курс социализации, научившихся отношения иметь не потому, у кого какие жесты, и не потому, у кого какая одежка. Одежка перестала иметь значение. Посмотрите, сколько вот таких вот все время определялось значимых вещей, которые, казалось бы, могут привести к успеху. Я видел человека, который, можно так сказать, продал все и купил круглоглазого Мерседеса, потому что на нем подъезжая, он имел успех у тех, с кем хотел договориться. У него был однажды даже, и он купил его, знаете как, у него был казус такой. Он занимался газом и нефтянкой, и однажды прилетел в некий город, я не помню, по-моему, в Тюмень или в Сургут, где он должен был с спонсорами обговорить некую новую компанию. И вот они там поговорили, посмотрели, посмотрели их скважины, их, значит, все эти ресурсы и так далее. И дальше должны были прилететь в Москву и подписать договор. И вот они на частном самолете прилетают в Москву. Они садятся, ну это 90-е годы, они садятся на, значит, площадку, где может подъехать машина хорошая, и вдруг их встречает его машина, но встречает не круглоголазый Мерседес, а четверка машина, ну вот такая, которая у офиса ездила за пиццей. И они вышли с трапа. Значит, он говорит, я стою, смотрю, где же мой Мерседес. Он же их должен удивить, что они, значит, приехали к серьезному человеку подписать договор. И вдруг из четверки вылезает его компаньон. «Давай сюда! Давайте! Сюда давайте!» И говорит, вот, еще трех человек могу посадить, а остальные на такси доедут. Они доехали, они в офис все приехали, но не подписали договора, потому что Мерседеса не оказалась, и его популярность. С тех пор он очень интересную такую имел систему определения, с кем же иметь отношение. Он приглашал, поскольку занимался все-таки северными людьми, он приглашал этих людей с севера, приглашал этих людей, значит, с нефтянки, и в Москве вел в самый дорогой ресторан. И говорил ему, этому человеку, заказывай все, что хочешь. Этот человек, естественно, в Москве, видя, что тут подается, и что это можно заказать, заказывал. Иногда эта посиделка стоила тысячу, а то и больше долларов. Ну, как-то в долларах все тогда объяснялись. И после того, как они, пьяненькие, выходили из этого ресторана, он не подписывал с ним договор. Он просто говорил, я говорю, а почему? Он говорит, ну, если он не может моих денег в ресторане сохранить, как он их сэкономит там, где у нас будет совместное производство. Я вам хочу показать, что копаю, а у меня прямо на участке эта самая голубая глина. Некоторые спрашивают, где взять голубую глину? Где ее берут? Вот она берется здесь. Чем она полезна, эта голубая глина? Это осадочный, здесь когда-то озеро было, вот это все водой. И вот это осадочный материал этого озера, который уже ферментировался, то есть полностью переработался. И тут кроме циолитовых свойств, эта глина имеет вот такие, можно так сказать, древние биотические средства, которые в этой осадочной, в голубизне имеются. Там, конечно, имеется и цинк, и медь. Медь, прежде всего, вот эту голубизну дает. Железо, ну, железо-рыжесть дает некую такую в этих глинах, которые насобирали когда-то вот эти живые организмы. Но теперь это абсолютно чистая и хорошая такая вещь. Я пока ничего не пропагандирую. Я хочу вам просто сказать, что, дорогие друзья, последите за своей жестикуляцией. Последите за жестикуляцией ближних. Могу сказать, что не стоит применять агрессивную жестикуляцию. То есть, когда вы показываете кулаком, когда вы тычете пальцем, грозите пальцем, это все агрессивные формы жестикуляции, и они, конечно, вредят вашим отношениям. Нет, они могут влиять на того, кого вы хотите страхом воспитать. Но я вас уверяю, что на этом не делается жизнь. И если вы приучились ребенку трясти пальцем, то подчиненному своему, или уж тем более начальнику, никогда пальцем не трясите. Это не как не сработает. Естественная должна быть жестикуляция. Я не могу сказать, что она обязательно должна быть. Поскольку жестикуляция все-таки добавляет слово к слову. В некоторых случаях считается, что для того, чтобы сформировать отношение к слову, и все внимание сконцентрировать на нем, наоборот, не жестикулирует. То есть сидят, руки недвижимы. Я такое видел у нашего президента. То есть какое-то время он воспринял ту систему, которая была у Горбачева. Вы можете раннего посмотреть. Ельцин был, кстати, хорош в своей естественной жестикуляции. Как только его тоже поднаучили, так мы стали Ельцина клянуть, поскольку он начал агрессивно эти применять формы жестикуляции, и они против него сработали. А теперь вот я вижу, что наш президент чаще руки держит без движения. То есть он все внимание на слово пытается направить, и внимательно к слову относится. Там и бумажки у него с крупным текстом, чтобы он сумел заранее эмоцию в этот текст вложить. Там и мониторы, и все остальное. Так что не везде она и нужна, эта жестикуляция. Но еще раз повторяю, она должна быть естественна. Естественна и уместна. В некоторых местах можно попасть под плохое мнение, если вы неправильно смотрите. Ну, на Кавказе особенно. Ладно, все, хватит. Помоги всем Господь. Что помоги всем Господь? Быть натуральными. И тогда у вас все получится. Христос воскресе! Здоровья всем! Радости! Аминь! Субтитры сделал DimaTorzok